итак о чем посвящена эта самая дискуссия вопросы можно писать наш телеграм-канал я читаю ну и участники в зале имеет возможность подискутировать открыто во первых все вы знаете что есть так называемые контакты 1 2 3 4 5 рода это означает что ментально физически взаимодействия разного рода есть такая раскладка почему контакты седьмого рода потому что они такие с ног сшибающие совсем недавно мы снимали интервью с мариной лукониной она возможно завтра появится на конференции но поговорим с ней сегодня сегодня который утверждает что восемьдесят пятом году близ обнинска она была приглашена на летающую тарелку и путешествовал на другую планету причем не один раз от три раза хотелось бы услышать мнение наших гостей сегодняшней панельной дискуссии насколько вы оцениваете что это возможно и как относится к тому что она утверждает что привезла даже килограмм почвы которые исследовали тело потом не придали цветы земля была у меня я давала в офо-центр и города ярославля землю она была обследование на похоже на ладан наш вот питаются люди эти очень интересно и едят в основном растительную пищу живут долго очень долго они совершили грех они взяли и убили всех низкорослых остались только умы и стали жить долго а у на нашей цивилизации люди не живут долго ну конечно люди заинтересовались они меня видели как я села в тарел как я полетела и когда я вернулась в городе на меня косились многие люди некоторые ученые говорили что это здорово что иметь связь с другой цивилизации ко мне сразу пошли письма с россии стали писать а как вот вы так получилось что вы вот летали а почему вас не засняли как вы относитесь к этому это реально нереально в вашей реальности вы же путешественник между мирами одной стороны да я не могу сказать что взять так ограничить чью-то картину мироописание что нет как бы девочка ты там что-то не то думала делала моей точки зрения нет я не верю что такое возможно именно физическом плане плане именно легком ментальном когда человек там например через тоже в это очередь осознанные сны через другие какие-то трансовые состояния шаманские там разные практики думаю да вполне себе но физические чтобы там похитили инопланетяне не похитили пригласили в данном случае пригласили она села на космолёт 40 минут она перемещалась я не помню точно я не помню точно как это называется но мы посчитали там 78 световых лет то есть и скоростью 39 световых лет физические тела неподготовлены женщины которая не занималась никакими физическими не занималась она является хилером по ее словам она бы не выжила но она выжила три раза космос не берут просто так хорошо 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 понятно понятно теоретизация сергей продолжим дискуссию что вы можете ну конкретно по поводу этого мероприятия я ну к сожалению там или часть не знаком но на самом деле такие полеты существуют и существует уже даже трудно сказать сколько миллиардов или миллионов лет и это происходит как у нас метро сходить поехать куда-то или полетать на самом деле но мне знакомы такие случаи которые существовали практиках в наших подтверждено на самом деле было это и на самом деле выбор человека которому стоит полетать он на самом деле не случайный любого со двора брать с собой никто не будет существует определенная задача миссия вот человек должен ее исполнить на сегодняшний момент пришло время ну я от своих доношу информацию таких контактов и прямых подтверждений что существует другие цивилизации существуют различные там ну какие-то вещи не свойственными нашему миру будет открываться каждый день просто как из пулемета для нас задача какая чтобы через несколько лет для нас стало это обыденностью что раньше мы там тысячу лет назад даже сотни лет не могли мечтать там или не то что мечтать представить что кто-то летает на самолете это проклятие то есть с вашей точки зрения это будет обыденностью и этот случай в общем-то possible он реальный да абсолютно верно хорошо давайте павла дадим высказаться значит контактировал с цивилизациями как голограммы как со световыми существами и допускаю вероятность о том что перемещают и более того в регрессии я сам взаимодействовал людей забирают на корабли забирают для сотрудничества межпланетарного масштаба забирают с нашей планеты соответственно почему бы и нет женщина но ее случай конкретно не знаю но я допускаю это это однозначно о том что такие контакты имеют место быть что люди могут в физическом теле переместиться почему бы и нет повторю вопрос Анна подошла к нам Анна насколько ты считаешь реальные физические перемещения людей на другие планеты другие системы я привел случай о том что есть один человек который утверждает что бывал на другой планете три раза это Мария Луконина возможно завтра она присоединится к конференции очно я считаю что физические перемещения и контакты с другим разумом они действительно имеют место быть потому что мы не знаем кто посещает нашу землю и мы не знаем зачастую те звезды системы которые с нами соприкасаются но могу с уверенностью сказать что работа с нами идет идет зачастую настолько осторожно настолько гуманно для того чтобы не навредить в развитии человечества и поэтому те люди которые выбираются в качестве контактеров они должны быть во первых прежде всего избранными а во вторых именно за этим человеком уже наблюдает внеземной разум давно поэтому я соглашусь полностью что если это происходит я думаю что эти люди стараются не афишироваться не показывать свои контакты контакты с другими мирами по одной простой причине во первых это в обществе не принимается потому что мы все зачастую социальные люди и социальные структуры и система не принимает других контактеров но происходит это по одной простой причине потому что именно через этих людей нам приносится элементы для следующих этапов развития поэтому это бывает достаточно очень точечной и очень осторожно а перемещение физическое есть но это не просто это не озвучивается вот ты правильно заметила и сергей правильно заметил что эти люди как бы как бы это специальное слово асо особенные да то есть они представляют интерес и в случае с марией да она представляет интерес потому что обладает целительскими способностями и поэтому они ей заинтересовались как вы считаете что точка контакта когда мы интересны им все-таки с их стороны по большей части или все-таки мы можем как-то подсветить сказать о я готов уже контакту я уже тут созрел заберите меня на какую-нибудь планету нет это исключительно выбор с той стороны как бы человек не хотел контактировать с другой цивилизации если он не выбран для работы либо для контакта либо для какого-то апгрейда человечества к сожалению это невозможно потому что человек зачастую который говорит я готов и ему не разрешается прикасаться с внеземным разумом по принципу не навреди другому он получит инструмент как обезьян с гранатой а пользоваться этим инструментом он не сможет ну и зачем потом ходить и об этом говорить все огласно что я контактировал то есть они спрещу его смотрят на адекватность человека и зачем ему это будет надо и как он будет это использовать прекрасный ответ позволь продолжить а тебе предлагали лично может быть такие же путешествия или такого рода физические контакты у нас все таки специальная конференция где люди понимают о чем мы говорим у меня был контакт первый проводник который дал мне возможность соприкосну соприкоснуться с другой цивилизации это велик виктор александрович коршунов который был прямым контактером а когда я попыталась выйти на прямой контакт с другой цивилизацией мне сказали нет ты получишь информацию ту который тебе будет нужно физического контакта может не может быть можешь не спешить туда поэтому все что будет надо тебе дадим но это будет как говорится не очно это будет онлайн поэтому в любом случае контакт у нас есть кого-то забирают физически а кому-то эта информация приходит из другой цивилизации а кто-то имеет наследственность так как соприкоснулся другой цивилизации и это находится в качестве скрытого психогена в человеке который скрывается со временем а то есть можно сказать что как бы контракт или какой-то договор да 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 договоренность договоренности есть понятно можно как-то эти договоренности посмотреть вот на нашу присутствующую публику у кого такие договоренности давай так у большинства или нет ну я думаю что здесь я почувствовала что есть и люди у которых есть уже отметка вот но это отметка достаточно скрытый файл еще не вскрытого человека разум еще не готов принять не время хорошо благодарю за ответ я думаю сейчас мы углубимся сергей я предлагаю вам прокомментировать на тему того кто инициатор контактов и можно ли инициировать контакт ну вот кому-то из присутствующих пока человек не готов к этому контакту контакт с ним происходить не будет набор духовных способностей человека то есть могут быть два одинаковых изобретательной ядерной бомбы один готов уничтожать весь мир а второй готов это оружие использовать для не нападения другой стороны как советский союз ссср американцы используют ядерное оружие советский союз нет поэтому также и не идет контакт цивилизации с человеком пока у него нет нравственно духовных правильных ценностей и это произойдет только в том случае если человек обладает уникальными знаниями и их развивает и энерго информационный потенциал его способен выделить но отдать эти знания в человечество если человек готов к этому и и посвящить жизнь служению тогда будет установлен с ним только контакт тогда только в этом случае других контактов не будет ну будут учить человека постоянно чтобы он дошел до этого уровня если он никогда не дойдет до этого уровня то полноценного контакта никогда не произойдет ну вот вы знаете я просто ремаркой дополнил что мария луконина она закрыла возможность контакта с их стороны она говорит они мне мешают они вмешиваются в ее жизнь и она не хочет этого то есть получается она может в обратную сторону это открыть я сужу с ее слов но в данном случае говорит мне это не надо она не собирается служить им или взаимодействовать с ними да она взаимодействует с людьми но в данном случае она исцеляет там сложная система я думаю чуть позже мы на тв экстра опубликуем вы сможете углубиться и задать вопрос на готовы идти на контакт но очень дозированно потому что она очень очень опечалилась из-за человечества которые задолбала контактами ну я говорю прямо как есть вот такая ремарочка давайте попробуем павлу еще передать микрофон чтобы павел прокомментировал на тему контактов кто инициатор и можно ли вот позвонить в колокольчик я готов в моем случае я не было инициатором были инициатором эти существа световые цивилизации я перемещался к ним но контактировал до своего разрешения вот поэтому как там выбирают вы находились сознание я находил сознание с открытыми глазами когда они там проявили себя появились в моей комнате вот я уже рассказал и как голограммы и как они заходили просто двери открывали вот открывается физически но получается да то есть происходило смесь такой смещение реальности что вот открываются двери они заходят только прозрачные свет они состояли поэтому уже не как голограммы как впервые они появлялись как выглядит так же как и мы мужчины женщина вот одеты в костюм из онлайна перешли в реальность а когда они в реальности уже появлялись то они появлялись просто как и света но я все равно видел лики лицо просто как хрустальные люди скажем так и из них ли шок прошел свет то есть вот такое поэтому по какой причине они там в моей жизни появились у меня не договоренности не было может быть они были ранее я думаю сейчас анна подскажет по какой причине но пришли сказали привет это мы повышаем вибрации давай туда там вкусная еда хорошо ты согласен ты согласился ты согласился в этом я как герасим говорю на все согласен не 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 надо на все но особенно как герасим аккуратнее отмена отмена говорите павел быстрее отмена отмена но потому что в моем случае мне делается только хорошее самое лучшее я не знаю какие там у других людей контакты павел мы не знаем какой вы номер вытянули в лотереи но предположим она все так я хотел уточнить у вас еще один вопрос все таки мы можем инициировать контакт как вы считаете я думаю я думаю да то самое как раз повышение вибрации автоматически открывается каналы связи по крайней мере с существами из тонкого мира они автоматически подключаются и просачиваются сознание человека как вибрационные послания но на уровне интуиции но это первые происходят контакты но это происходит в автоматическом режиме они ты как бы становишься засвеченным видимым видимым для них но я не подключаются вот простого человека они не видят просто они невидимы как в мутной воде рыба она не видна то есть они может быть и готовы контактировать с тобой и ты хочешь но рыба на дне а рыбак наверху надо что-то сделать вот мне понравилась ваша логика давайте спрошу зала как вы считаете можно ли воспользоваться такой логикой что мы когда работаем над собой ну давайте скажем немножко пафосно работа над духовностью повышением вибрации это хорошее слово становимся как бы засвеченными на тонком пространстве и нами начинают интересоваться кто считает так поднимите руку пожалуйста добавим добавим давайте сейчас смотрите ну большая часть считает что вот такое добавьте пожалуйста микрофон на самом деле по этому поводу мы много раз задавали вопрос почему в определенный момент даже среди нас когда мы исследованием занимались контакт проходил он просто исчезал и мы не могли просто работать вот нет информации потока нет контакт не идет и не даже не знаем что делать потом выяснилась такая ситуация ну через других контактеров у которых с этим все нормально почему вот этого товарища не работает контакт а потому что он вышел с высоких вибраций его энергетические чакры 7 6 5 4 выключилась и он работает только на 1 2 3 а вот когда энергетика чакр 4 5 6 7 восстановится и силы возможности будут то контакт будет восстановлен и это будет видно нам по освещению биоэкрана то есть когда будет работать все семь свет нашего энергетического кокона 8 энергетического поля энергоинформационную начнет светиться и вот этот свет как лампочка в лесу или там не знаю дремучим когда она включается это знак что ты зовешь ну не то что на помощь на контакт поговорить и готов к общению и они выбирают возможность место время когда начать с тобой работать спасибо я предлагаю передать микрофон мария мария как вы вам наши путешествия с инопланетянами круче осознанных сновидений вы получаете новый опыт смотрите чтобы немножечко приземлиться от всех там давай чакр и всего остального до оказаться здесь немножко в зале и так трезво взглянуть на вещи да то есть ну разное мнение сразу да 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 что будет интересно тоже а вот у меня вопрос я извините не запомнила как вас павел а расскажите вот один маленький момент такой вы когда у вас был этот контакт в каком состоянии находились вы и что происходило светит засветилось тело там все тело засветилось прилег буквально 9 вечера было то есть вот и легли поспать да там жена занимается вот только пришли там домой это вот как раз наверное это когда из тела меня вытащили там вот смотрите чтобы немножко приземлиться от всех контактов с нло а проводился такой опыт с известным я думаю михаилом радуге в этой теме когда смотрели как происходит вот этот контакт с инопланетянами с внеземным разумом так далее люди когда устали вот как раз ваш опыт он прям вписывается идеальный в эксперимент есть такое состояние как сонный паралич это первое в сонном параличе и человек он не может двигаться он вроде бы спит но он проснулся его физическое тело спит а разум проснулся в этот момент происходит практически все похищение путешествие к инопланетянам так далее человек не осознает себя физическом стиле здесь ему кажется что он присутствует где-то в другом месте но на самом деле он просто лежит в своей кровати а путешествует он своим разумом кто чего боится то и получается если человек боится похищение или мечтает о нем а как же килограмм земли а килограмм земли знаете у меня очень большие сомнения по поводу килограмма земли сейчас секундочку я просто одну ремарочку скажу вот у нас буквально 6 числа будет потрясающий доклад реально ирена скотт из сша и филипп мантл из великобритании они провели расследование похищения паскогула факты и свидетельства очевидцев это настолько большой сборник информации материалов из полиции и допрос многих свидетелей о том что это происходило что ваши сомнения потускнеют в реальность если я не вижусь в этом туда но пока что практически все аккуратно запросами они слышатся вот очень ярко подтверждает обычно все похищение это мне сказал разум это там мои какие-то регрессии это еще доказательств ноль это единичные случаи когда это реально действительно возможно и вот ваш случай который вы описываете с допросами всем прочим да это может быть такое и они исключают что вообще полностью никогда этого не бывает но большинство людей которые об этом рассказывают они погружены в собственные фантазии и под впечатлением начинают что-то рассказывать хорошо хорошо спасибо за референс по крайней мере у нас есть уже дискуссия есть уже накал небольшой а все-таки вопрос напрямую к вам вы утверждаете что у вас не было по крайней мере пока каких-то вот такого рода контактов с инопланетянами чтобы не физически куда-то забирали нет а не физически не физически мы можем представлять себе что угодно пока нет во внетелесном опыте это возможно вы уже на другом внетелесном я могу предположить что это возможно со мной лично такого не паре поделитесь вашим опытом если он будет по крайней мере стрелу намерения запустите будет очень интересно сравнить с другими участниками внетелесным опытом это можно сделать вот буквально сейчас лягу спадиться хочу чтобы меня похитили не похитили а взаимодействовали давайте так право взаимодействовать это недоказуемо поэтому как недоказуемо попросите их предоставить вам информацию например когда будут следующие пятна как я докажу что это было это следующие пятна на солнце ну не важно важно начать это может быть взаимодействие с хрониками акаши хорошо не нравится ваш подход но мы еще подискутируем мы еще подискутируем следующий эпизод который хотел бы обсудить это история станислава сам возможно кто-то из вас видел слышал материал они уже опубликованы на телеканале который утверждает что его именно похитили вот говорят таким сленгом причем похитили на другую планету он туда сбежал ну и вот это у меня такое и появилось вот как здесь видно она я его сначала не понял куда он будет я как он сказал глазок от пересня так вот в таком месте примерно он и есть вот этот мы только через некоторое время я стал но мы там много с этим уфологами уфологами как говорится говорили одни говорили что здесь просто какой-то это нарывчик другой говорит что это железяка как-то попало ну и потом мы стали заметили что он уже притягивает этот магнит видите но не очень сильно вот здесь микросхема это очень сильный неомагнит неодимовый вот смотрите как он микросхему притягивает слабо и это место тоже так прилипает слабо потому мы решили что это не железяка как он прилипает вот смотрите как слабо видите а вот теперь покажу железяка как он прилипает вот вот смотрите надо усилие чтобы притягивается а здесь он ели ели видите и упадает ну как я потом вроде бы потерял сознание и не помню как это я только помню уже как все кончилось и он мне сказал ну раз не хочешь лететь с нами мне пора двинуться дальше своей дорогой включился какой-то звук внутри жужжание какое-то и этот аппаратик вместе как как стоял на месте подвешенным такой немножко так и пошел и этот звук и дальше и дальше с большим ускорением ну давайте попробуем отделить саму историю от самого факта возможны ли физические похищения потому что наше тело тире человек тире я не знаю то что находится в теле не буду называть сейчас словами представляет для них интерес потому что мне кажется немножко глупо что им нужны какие-то наши несовершенные тела для каких-то ну я не знаю манипуляций хотя инцидент поскогула там реально вот интересный доклад он рассказывает о том я просто тизер сделаю небольшой о том что брали функцию у двух человек и двух человек допрашивали еще параллельно и следы на теле были обнаружены при этом светящийся объект который там находился зафиксировала и полиция и звонки у них есть служба такая 911 то есть можно предполагать что это ну очень-очень-очень вероятно что оно было именно так при этом это были и регрессионные исследования Татьяна Макарова даже предлагала помощь потому что в момент регрессионных исследований человек вспоминает именно тот опыт ужаса ужаса похищения который был и нужно убирать отстраненно чтобы человек наблюдал а не проживал еще раз этот ужас это проблема но это проблема и для человека и вообще то ну как сказать даже не знаю как сказать сергей давайте вам слово как вы считаете вот то что жители литвы в данном случае станислава похитили на тарелке увезли то вначале на американскую базу ну как место концентрации да потом на луну потом на какую-то планету и и потом так дальше история вот насколько это мы это мы представляем интерес для них и такое возможно на планете земля ну такие на самом деле эксперименты до определенного времени назад проходили и проводились это ну у регрессологов это можно так сказать доказанный факт не знаю там не миллионами случаев там тысячами во-первых во-вторых находился здесь бы сейчас владимир зорев который курировал в ссср это мой товарищ который к сожалению не приехал сегодня на конференцию он курировал владел кгб ссср можно сказать клуба непознанная в то время и он лично сам своими руками устранял последствия аварии в дальнегорске вот и у некоторых товарищей из наших групп существует даже осколки предметы этих кораблей анализ даже проводов которые там были позволили установить что близко на планете земля такого ничего создать вообще невозможно было вот некоторые моменты похожи на ну на земные но таких технологий на планете земля не существует на сегодняшний день а Долорес Кеннон в своих трудах это тоже много раз подтверждала раньше были договоренности я уже говорил про подрядчиков недобросовестных которые пользовались возможностью договоренности с можно сказать нашими западными коллегами с американскими и английскими вот где была достигнута можно сказать нейтрализация такая что они могут взамен дают определенную информацию технологии те могут использовать людей своих целях до сегодняшнего момента такие опыты проводились ну извините а договоренность кого с кем кто от земли является полномочным тогда секундочку давайте послушаем правильно говорят на самом деле правительство правительстве соединенных штатах ну и на западе существует в нато там нас называйте в глубинном правительстве определенные структуры которые заинтересованы получать сверх технологии для реализации их на земле ну по сути думаете iphone у нас появился там в огороде каким-то мастером произведены или придуманы да в гараже или mac там apple apple технологии ананерба работала немецкая и все остальное это все технологии были переданы путем контактеров ну как на физическом плане так и на энергетическом с разных цивилизаций был дашь на дашь мы им даем свои ресурсы возможности они нам дают технологии поймите на планете земля находится самый уникальный ресурс которого нет ни в одной части вселенной это человек с его душой душа является атомным безграничным источником энергии которые изучают они и не могут понять как он вообще произошел и как завелся потому что это ну создание которое не имеет срока годности срока эксплуатации и которое может воплощаться в любые структуры которые не имеют они вот они настолько жаждет получить именно эту технологию потому что некоторые цивилизации не имеют долгосрочной души ну опыт реинкарнации они живут там сто лет двести кто-то тысячу и раз исчезли то есть я резюмирую то есть это происходило но сейчас не происходит меньше 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 и этот договор по сути расторгнут и ближайшие можно сказать на наш век на нашу жизнь этот договор полностью исчезнет и без разрешения то который будет давать сам человек этих опытов производить будет нельзя хорошо он свободы воли будет запрашиваться у самого непосредственно человека хорошо спасибо я хотел добавить что вот Алексей Юрьевич Савинов который обещал быть на конференции к сожалению не смог там по техническим обстоятельствам тела физической иногда требует починки значит рассказывал мне о том что в годы когда он занимался исследованиями ему товарищи и на через тех людей с которыми он работал они назывались операторами предложили создать совместное НИИ на мой вопрос ну и что он сказал ну нам было некогда мы воевали то с Югославией то еще с кем то и поэтому как бы НИИ было за бортом я говорю ну хорошо а сейчас сейчас а сейчас бы я захотел вопрос захотят ли они сейчас сделать НИИ это вот хороший вопрос да чтобы у нас были не только айфоны но и что-то еще более полезное Анна давайте вам вопрос такой насколько вот такие ну скажем так изъятие тела человека с душой существует практикуются ну или еще какие-то эксперименты ну в общем то наверное помимо воли хотя у вас может быть другой взгляд практикуются ну вот я сейчас хочу предоставить версию моего видения контактов ну хотя бы взять игровую в эту форму кто-нибудь ради интереса посмотрите вот если будет желание в Риме фильм гостья если смотрели этот фильм такой конечно игровой фантастический называется фильм гостья там очень интересно фантастическая такая лента там где души с других цивилизаций пытались захватить носители на земле просто посмотрите ради себя то есть на самом деле фильм с двойным дном он интересный как раз по фоне контактов вот моя версия того что когда происходит физические контакты изымается физическое тело вместе с душой носителя это идет один из элементов изучение другой цивилизации насколько структурировался сам физиологический объект в ходе проведения каких-то либо исследований либо каких-то научных программ над ним человек изучается изучается другой цивилизации и для того чтобы выбрать контакт именно с этим человеком определяются определенные параметры и психологические и физиологические и внутренние устройства и его среда обитания тогда если объект подходит под изучение то тогда к нему идут уже на контакт не только на ментальный но идут уже контакт на физический изымается тело тогда уже смотрят на реакцию самого человека самого носителя на изменение среды обитания ему соответственно дает возможность почувствовать себя в другой форме жизни и там на самом деле нюансов очень много кому-то дают информацию чтобы он перенес в виде технологии на землю кому-то дают информацию для того чтобы он начал эту информацию распространять среди других носителей потому что элементов которые могут предоставить огромное количество таким образом происходит гуманное изменение людей и общества для того чтобы сделать его более совершенным но еще и опять же я согласна полностью с теорией того что человек сам биологический эксперимент который был на земле структурировал энергосистему в виде души душа не изучена откуда ты пришла откуда появилась структура откуда появился эгрегор откуда появилась душа что же такое высший разум что такое высшее им это непонятно они пытаются это изучить эта часть я считаю что это возможно часть эксперимента которая вышла из-под контроля но это опять же игры там исключительно моя версия у каждого может быть по-другому да отлично кстати вот нас смотрит владимир зорьев у него уже далеко за полночь оценивает нашу дискуссию и доклад только что написал павел допускаю что я думаю изменение человеческого тела это уже есть вот технологии вот эти вот люди меняются на биологическом уровне там у них открываются там каналы я не знаю ну вот это уже и технология представляете на ходу вас перепрошивают вы живете ремонт а замена колеса на ходу но вот вас перед трансформируют перепрошивают у вас автоматически открываются эти каналы там связи вы влияете на окружающее пространство но вся эта новогодняя гирлянда зажигается как огоньки по цепочке но это выбор каждого человека не гореть на этом празднике он может потухнуть а на это у него свобода воли существует а в процессе в плане эволюции земли конечно никакой свободы воли нету и поэтому каждый в праве выбирать я уверен что сотни цивилизации имеют на этой планете своих представителей в физических телах людей поэтому нельзя сказать что да похищают там ну сальтоцентавры откуда-нибудь они тоже хотят изучить человека и эти хотят изучить и те и каждый но применяет свои методы но эти контакты вот похищения доходят до нас там допустим здесь здесь цивилизации которые занимаются флорой фауной развитием человечества технологии дают это все разные структуры соответственно каждая структура свое изучают как идут им там ну ну вот что-то типа такого хорошо да да пожалуйста очень интересную информацию вспомнил процессе опытов когда происходили происходило общение в результате получили такой ответ что души которые приходят ну и можно сказать тех которых забирают или страдают они дают свое разрешение на эти эксперименты до момента появления на земле то есть они осознанно договариваясь приходят сюда вот у нас есть несколько регрессологов которые просто подтвердят наверное ваши слова да и это и регрессологами и непосредственно контакты когда были устанавливаем почему такие наказания человек несет ну я не имею ввиду что инопланетяне каждый день забирают их почему у человека такая жизнь причем он соглашается с ней и он готов нести эти жесточайшие муки тут говорят соглашаются еще как бы хитрым путем не прямолинейно а вот что согласен мы же тебя помучаем не вот так спрашивают они изощренным там какие-то еще такие грехи которые надо чтобы их отмолить там необходимо прилететь на землю здесь помучаться сто лет а вот тогда потом когда вернешься будешь прощен я думаю это хорошая тема для регрессологов все замечаете давайте попробуем немножко поднять вибрации вот я знаю что во внетелесном опыте когда мы действительно пребываем в внетелесном опыте мы действительно становимся интересными тому плану и те самые инопланетяне которые обладают возможностью находиться за гранью нашего физического или биологического восприятия и находятся в том самом пространстве где с ними можно провзаимодействовать и в общем то и они с нами могут провзаимодействовать я думаю вы догадываетесь кто будет отвечать это мария это мария мария как вы считаете можно ли создать такой курс или ну практику или метод да чтобы на раз два три ну я утрирую конечно выходить в нужное состояние перебывать там устойчиво и получать верификацию информации то есть например заходит несколько человек ну в какую-то ну точку которая как-то определяется может быть кстати кстати может быть эту точку подсказать Сергей или Павел ну какая-то физическая точка которая находится условно в каком-то месте и тогда можно провести верификацию с разных сторон мы сейчас синтезируем к вопросу получение информации через тонкий план да через внетелесный опыт да и такие опыты проводились неоднократно и подтверждались съемками на камеру и так далее да то есть например опыт который я проходила это был где-то 2010 наверное год значит закрывался как сказать подопытный в комнате значит он ложился спать под камерами должен был выйти либо в осознанный сон либо в нетелесный опыт испытать в соседней комнате на столе лежал какой-либо предмет или бумажка на которой написаны определенные там цифры или слова человек должен выйти из тела побывать в соседней комнате получить информацию вернуться и озвучить ее после этого комната открывается и показывает что действительно там было вот такие опыты да но не скажу что они очень легкие то есть это действительно нужно постоянно проверять потому что человек находясь вне тела у него очень подвижная картина мирописания подвижное восприятие человек может заблудиться в собственных фантазиях думая о том что да я точно получил эту информацию а когда начинают проверять оказывается что нет такой информации нету вот это очень качественно перепроверка я думаю на самом деле это качество должно быть присуще каждому исследователю я думаю вот что сергей может добавить к вопросу как они перепроверяют как ваша группа перепроверяют ну на самом деле для того чтобы убедиться в этом существует десятки практик на самом деле можно через осознанное самоведение можно через регрессию можно через путешествие астральным двойником ну там еще куча куча разных моментов перепроверять можно такие эксперименты проводили пять разных человек пять разных техник и одно задание кто быстрее как какая качественная какая более достоверная можно так сказать на самом деле работают все все зависит от подготовки человека который занимается не подопытные а контактер так называем человек который имеет способность контакту ну и его уровень способностей ну хорошо когда он овладеет несколькими техниками вот и на протяжении многих лет он более точно попадает в точку и отвечает на этот вопрос и вот мне вот хотелось бы немножко внести такую поправку вот очень часто возникает выражение такое инопланетяне вот я бы хотел бы немножко подкорректировать это все цивилизации которые находятся во вселенной галактических системах это все разумные существа они делятся только по типам есть физического плана есть энергетического там и жидкого кремниевого и технического просто мы обычно видим в таком прямом виде там явном то что летит корабль какой-то и думаем что это условно там инопланетяне или цивилизации это операторы технической цивилизации которые выполняют высокоструктурируемые задачи условно они оберегают это очень высокоразвитые технические цивилизации которые находятся в основном биологические роботы которые живут много-много-много-много лет и ну оберегают нашу планету земля от всяких катаклизмов ну не знаю там самый последний интересный случай это вот происходил когда челябинский метеорит болит этот летел определенного размера и если бы он долетел до челябинска челябинска бы не стало вот а когда делали замедленную съемку там там тысячекратном уменьшить замедление вот то но наши наши гиперзвук тогда и не изобрели и не могли с такой скоростью этот болит сбить невозможно но вылетел по неправильной траектории не баллистической там вот такой вот и сбивает этот болит он разлетается на множество частей так если бы их не было мы бы уже с американцами и ссср бы ядерными бомбами перезакидали бы друг друга раз не знаю цать то есть нас оберегают кстати вот есть интересная книга неопознанные подводные объекты мы сегодня разыграем потому что они еще под водой летают ну в том варианте цивилизации разумные энергетические дают команды техническим это как вот система ПВО работает оператором на с 300 не сидит же там что-то там сидит человек вот локаторы работают сознание то есть видят точку и проблему высший разум он никогда не дремлет не спит он видит проблематику сейчас если эту ситуацию не решить в данную секунду там или через 0,05 тысячных секунды от этого города или там не останется ничего взрыв на атомной электростанции атомный произойдет вот случается какой-то случай Вася электрик проходя мимо его толкнули и он обращает внимание то что датчик звуковой отключен а световой моргает вот и то есть Сергей примеры понятны давайте попробуем еще продолжить дискуссию Анна я предлагаю вам ответить на вопрос насколько вот действительно мы можем в каком-то вот таком трансовом состоянии или состояние внетелесного опыта у кого это получается но выйти на более чистый явный контакт как вы считаете ну я например считаю что у нас есть точки соприкосновения на нашей планете это даже например взять одну из областей аномальных вы там были неоднократно я там не была мне тогда Виктор Александрович категорически запретил у вас запрет на посещение хорошо мне запрет на посещение хотя много раз порывалось с ним поехать в зону он категорически был против тебе там делать нечего потому что там портал был в котором как бы сказать мы про малепку говорим ну да там несколько цивилизаций то есть имели возможность дислоцироваться и поэтому сказал не факт того что могут на тебя выйти те которые тебе не навредят он меня пытался уберечь поэтому здесь цивилизация которая с вами идет на контакт не факт того что она может вам не навредить зачастую как вы это определяете ну в данном случае ваш оберег был Виктор Харшунов и вы его послушались естественно здесь как правило после того как произошел контакт человек начинает меняться кто-то меняет меняется эмоционально это сразу же видно человека начинает меняться структура внутренняя организация уровень мышления качество жизни зачастую психика может не выдерживать этих контактов поэтому у нас извините за уважение седьмая палата с наполеоном может быть переполнена может быть переполнена поэтому здесь иногда внеземные цивилизации они не всегда приносят человеку хорошо зачастую биоматериал используется для того чтобы ему не только что-то дать но и разрушить посмотреть как он будет сам разрушаться здесь вариантов развития контактов с другой цивилизацией может быть масса но мы как подопытные мы действительно в этом случае если выбирается контактер он идет как подопытный кролик и радости от этого зачастую может быть мало но целенаправленно выйти на контакт даже хотя бы соприкоснуться с этим не факт того что пойдут на контакт есть определенные зоны зоны геомагнитных аномалий при которых наблюдается огромное количество летательных объектов можно туда поехать но опять же будьте готовы к тому что не знает техники безопасности и порываясь в эту зону вы не получите потом неприятности спасибо я думаю павел есть что дополнить про поводу позитивного и негативного да но в моем случае проводили сеанс регрессии специалистами с вашими произошло в мое тело погрузилось существо меня сильно трясло но я был готов прекратить это потому что меня от высоких вибраций и взошло вот как раз существо представилась и рассказала вообще всю мою жизнь что такое зашло оно как-то в разум то есть она стала говорить мои мертвые меня все тело заморозило собой твоим телом да заморозило все тело я его не чувствовал и было страшно извини меня сильно трясло вот как это в электрическую розетку меня сунули то есть меня просто колотило но но я потом наступило блаженство то есть в тот момент пока соединялись наши ткани вот меня трясло от этих вибраций система да нервная система но это не было так пугающе я говорю терпимо и и в третьем лице он представился по имени он в третьем лице стал рассказывать мою судьбу всю мою историю то чего не знал не регрессолог он за тобой следит получается но получается он вообще все просто да получается следит и рассказал там про не про русских людей про россию про путина про аватаров что они делают представился что они архитекторы этого мира матрицы это их мир и относятся они к нам как к детям и поэтому они беспокоятся за эволюцию людей и максимальными доступными способами пытаются влиять на нашу эволюцию хорошо я думаю сейчас дам слово регрессологу есть что сказать пару слов прошу ирина здравствуйте ирина никитина русская школа регрессионных исследований у меня не дополнение у меня вопрос к уважаемым контактерам и наверное в первую очередь к хирургию я слушаю с большим интересом то что вы здесь рассказываете и подтверждаю это да это открывается в сеансах регрессии неоднократно и я хотела бы сейчас наверное маленькую консультацию прямо сразу от вас получить по двум вопросам которые иногда у нас всплывают в сеансах регрессии первый вопрос такой именно на контакты с инопланетными цивилизациями те которые курируют нашу цивилизацию ну в разных аспектах да неоднократно выходила такая информация что им интересно наша планета а не человечество то есть если мы прямо вот совсем заиграемся и как бы не будем никого слушаться то спасать нас не будут будут спасать планету скажите пожалуйста у вас были такие подтверждения или нет так и сейчас секунду второй вопрос сразу озвучиваю были еще информация о том что скажем некоторые люди имеют двойственную природу то есть одновременно они как бы здесь человеческом теле и параллельно они проживают жизнь инопланетного существа иногда инопланетная часть перевешивает были ли у вас подтверждение подобных симбиозов такая аватарная тема кстати мы тоже это изучали прошу сергей так ну отвечу на первый вопрос по поводу того что землю землю спасать будут не будут я до этого уже говорил 30 лет назад если бы произошли события определенные несколько по теории вероятности не сказали если вот вот это событие вот это вот это и вот это произойдет вас как лемурийцев атлантов смоет или землетрясением уничтожиться или цунами ну вот этому схему вы бессмертны а вот мы пришлем новых аватаров и ваша же душа заселим туда перезагрузка будет перезагрузка но я могу поэтому рассказать еще отдельную там большую лекцию давайте для следующей конференции откуда на самом деле вот вы все регрессологи работаете на берется прошлой жизни краткую вот такой маленький анонс сделаю существует после инкарнационной ячейки по нашему лучу к создателю еще одна можно сказать капсула в которой живет наш род которым мы подключаемся ну на самом деле родня подключается капсуле рода но большой там могут миллион человек условно быть душ аватаров из этого рода на самом деле опыта накопленного папой мамы и всех остальных идет огромная войну битва война цивилизации разных уровней условно тех ген подрядчиков и всего остального потому что из этого рода ячейки которые находятся информация опыт выходит структура более высокого уровня из него из этого рода делается душа ну словно архангела высшего боевого или гражданского ангела потому что в космосе там наверху человек ну или душа делятся только на гражданских и на военных вот там делений других не бывает вот и из структуры родовой ячейки в которой много прошлых жизней делается или гражданский или боевой который охраняет структуру вселенной или на внешнем кольце или на внутреннем потом поэтому душа может там же у вас импринтинг вы слышали там кучу всего вот в родовой ячейки находится аватарки вот просто аватарки и души закидываются туда чтобы в этот род набралась определенная информация знания чтобы получить или боевого ангела с определенными качествами то есть или он будет там ну условно говоря летчик танкист ну и так вот условно вот или подводник в нашем понимании там другие немножко специализации или гражданский он будет супер который будет создавать там какие-то моменты сервис сергей на тему второго вопроса второй вопрос второй вопрос когда человек проживает жизнь вместе с инопланетянином у нас было несколько таких случаев на самом деле возможен но я так скажу на самом деле по чесноку мы все живем в своем теле в двух нет в нашем в нашем сознании или там не знаю в духе или с духом рядом там отдельную лекцию по структурам надо рассказывать короче в человеке живет всегда два только мы об этом не знаем если человек очень сильно подготовлен и развивается в нем просыпается память и он всегда помнит зачем он сюда пришел то есть у него память и этой жизни сегодняшней и до того опыта когда он родился и этих цивилизаций же говорю их триллион выбирают по определенным задачи для родовой ячейки и человек с этими качествами может быть разный ну там вариантов цивилизации которые могут присутствовать в человеке просто огромное количество и и ладно на этом закончим так давайте у нас уже буквально финализация у кого есть что добавить анна павел мария сейчас вам нельзя подождите у нас нету времени для спикеров выговориться а давайте так эта тема большая у нас три минуты у нас есть еще возможность кстати у нас есть подарки для вас давайте поаплодируем нашим друзьям спикерам такой подарок мы вручаем у нас для прекрасных участниц этого панельной дискуссии от одного благодарного зрителя аплодируем аплодируем а для мужчин у нас хроники аномальных явлений записки думающего наблюдателя это вам один том и вам один том благодарностью отлично а не дожди не м в в с в в в